Дорогие люди, добрый день! В этом видео я буду отвечать на ваши вопросы, связанные с развитием речи. Я вам делала окошко в телеграм-канале и, собственно говоря, мы по этому окошку сейчас пробежимся. Я разберу, конечно же, не все вопросы, но вот у меня сейчас перерыв между занятиями. У меня будет минут 40, наверное, чтобы поотвечать на ваши вопросы. И послезавтра у меня еще будет тоже длительный перерыв между занятиями. Тоже я буду отвечать на ваши вопросы. Итак, поехали! Екатерина спрашивает, с чего начать развитие речи с малышами? Какую гимнастику делать? Екатерина, во-первых, нам нужно разобраться, что вы имеете в виду под возрастом малышей. Малыши это когда? И почему у вас первая мысль это сразу гимнастика? Вообще в норме, если мы возьмем артикуляцию ребенка, артикуляцию, дыхательные процессы, то, что мы учим ребенка дуть, выдувать. Артикуляция в норме у ребенка развивается самостоятельно. Когда? Когда мы вводим кусковую пищу, когда ребенок учится пережевывать, когда ребенок сам тренируется в произношении звуков. Ведь по сути дела, что такое процесс гуления? Когда ребенок гулит, и это уже доказано, ребенок произносит все языки, все звуки всех языков. То есть он тренирует различные звуки, он пробует, он по-всякому имитирует, сам себя слушает. И вот он нарабатывает первую такую свою артикуляционную базу. И вообще, когда мы говорим про речь, мы начинаем не с гимнастики, мы начинаем с того, что мы наполняем мозг ребенка словообразами. Что такое словообразы? Это когда мы носим ребеночка на руках, и вот мы подошли к дереву и сказали «Дерево, смотри, дерево, вот оно большое!» И мы ребенку показываем, где что находится. Вот его заинтересовал какой-то объект, заинтересовал мячик, мы ребенку называем. То есть изначально у нас самый первый период, с чего начать? Начать с называния того, на что ребенок смотрит, что сейчас привлекло его внимание. То есть в первую очередь, и кто со мной на марафоне по запуску речи, я немножечко, когда пробежала с глазами по вопросам. Девчонки, все вопросы, связанные с возрастом от года 8 до 3,5 лет, абсолютно все мы разбираем на марафоне по запуску речи за 10 шагов. Я безумно люблю свой продукт. В прошлом году я отметила тысячного заговорившего ребенка на этом марафоне. Марафон существует 4 года, и он великолепный, потому что вы там как раз за 10 шагов осваиваете все аспекты речи и заполняете чек-лист, заполняете табличку. Вы там указываете, там каждый день марафона на определенную сферу нацелен, и вы заполняете, что получилось, что не получилось. И по итогу там занятия разделены на три цвета, на три зоны развития речи. Там у нас есть непосредственно когнитивная сторона, моторная сторона и аффективная, психическая. И вы смотрите, если у вас не получались задания красного цвета в большей степени, то тогда у вас там отсылочка, смотри такой-то лист, и там рекомендации, что в этом случае делать, если не получались задания такого цвета. Если в большей степени не получались задания синий, то тогда вот это, вот это, вот это вам нужно делать. Вот этим заниматься, и вы упражнения отрабатываете. Поэтому приглашаю абсолютно всех на марафон. Не забывайте воспользоваться, пожалуйста, скидкой 20-24, вводите только цифры и получаете 30% скидку. И там как раз мы занимаемся всем, что связано именно с запуском речи и задержками речевого развития. Поэтому с удовольствием буду вас там всех ждать. Мне кажется, на мой взгляд, это лучшее, что есть на рынке по речи. Так, Лена спрашивает. Ребенку 4 года много читаем, загадываем загадки, учим скороговорки, по картинкам сюжеты рассказываем. По карточкам составляем логические истории. Что еще нужно конкретно сделать с речью или этого достаточно? Все зависит от того, на каком уровне сейчас речь. Давайте читать дальше. Говорит хорошо, связано, полно. Но опасаюсь, что застрянем на этом этапе. В этой связи вопрос. После того, как ребенок заговорил хорошо, как наращивать умения? Как разнообразить речь, чтобы наши достижения улучшались? Какая цель речи в 5 и в 6 лет? Ой, здесь только вопросов у вас в одно. Что ребенок должен уметь? Еще иногда торопится, может запинаться. Запинки это абсолютно нормально. Читала в интернете про запинки, заминки и заикание. Как не пропустить? Значит, заикание это все-таки психофизиологический процесс. А запинки в речи это абсолютно физиологичный процесс, который встречается очень часто, когда мыслительные процессы, точнее, когда речевые процессы не поспевают за мыслительными. То есть мы говорим о том, что нужно развивать именно речевое мышление. Как это сделать? Давайте с какого вопроса-то мы должны начать. Как наращивать умения? Как разнообразить речь? Вот вы смотрите в вашем возрасте. Ребенку 4 года. Вы смотрите, чтобы он в речи использовал уже местоимения. Вы смотрите, чтобы он в речи использовал предлоги. И вы смотрите здесь в большей степени на согласование слов по роду, числу и падежу. То есть чтобы это были зеленые кусты, красные, не знаю, там разноцветные фломастеры, синий трактор, папа пришел, мама хорошая и так далее. То есть вы смотрите на то, уже формируется ли у ребенка согласованность в речи. Это то, на чем мы делаем акцент в этом возрасте. Что дальше мы смотрим? Дальше мы смотрим на то, как ребенок выстраивает свои первые логические цепочки. Первое, на что мы обращаем внимание, это то, как ребенок начинает использовать в своей речи слова «по этому» и «потому что». Это то, с чего мы начинаем выстраивать вообще причинно-следственную связь на уровне речевого мышления. И, конечно же, когда мы говорим про возраст более старший, то что мы здесь смотрим? Мы смотрим, насколько речевые конструкции усложняют. То есть когда ребенок уже говорит предложениями не просто короткими, а когда он может использовать перечисления. Когда он там в 5-6 лет ребенок начинает использовать причастные идеи, причастные обороты. То есть мы смотрим на то, чтобы конструкции постепенно усложнялись. И чтобы слова, которые ребенок часто использует, чтобы они были согласованы. Мы на это делаем акцент. Естественно, какие-то новые слова ребенок может еще не понять и не определить по роду, по числу, по падежу, как мне слова соотносить. А вот которые часто используются, то здесь уже идет соотношение. Вот на этом. Мне кажется, у меня есть видео на эту тему. По крайней мере, на курсе подготовки к школе, который мы начинаем, с 4-5 лет плавно, чтобы все везде и по математике, и по социальным, и психологическим, и по русскому языку, и чтобы проблем не было с сочинениями. То есть там мы все это с вами проходим. Но и видео у меня предостаточно на тему речи. Вот что делать дальше. Ребенку скоро 1 и 11. Дина спрашивает. Слов произносит мало. Баба-лопата-швабра может повторить да ты чё. А мама-папа не говорит. Меня называет Динь-Динь. Дина. Папа вообще не говорит. Хотя полгода назад мог сказать, но не часто. Дай говорит дать, а не дай. Так как мы его спрашиваем тебе дать воды. Из звуков произносит собаку Аф, утку-ворону. Раньше произносил, например, поросенка, потом перестал. Затем кошку. Так, звуки машин. Пытается что-то рассказать. Как бы мычит, рычит, ну и всё. А мы должны догадываться. Перечисляем. Это ты про машину рассказываешь. Или это гром гремел и так далее. Это настораживает. Уже пора бить тревогу или ещё подождать. Бить тревогу или ещё подождать. Это можно сказать только если бы я видела ребёнка, да, вашего диагностировала. Я могла бы уже сказать по косвенным признакам. Потому что то, что вы описали, это может быть абсолютным вариантом нормы. И как это происходит? У нас речевые центры находятся в левом полушарии. Ребёнок изначально правополушарный. Почему? Потому что у нас есть определённый антогенез. Как мозг созревает. У нас мозг созревает сверху, ой, снизу вверх и справа налево. То есть сначала у нас созревает ствол мозга. И потом постепенно движется всё это к лобным долям. И справа налево. То есть сначала у нас насыщается правое полушарие. И потом речь уже возникает левополушарная. То есть осознанная. Что такое правополушарная речь? Правополушарная речь это как раз, когда ребёнок говорит эхололично. То есть вот вы ему сказали тебе дать. И он говорит дать. То есть он что услышал, то он вам в ответ и отдаёт. Потому что речь ещё в правом полушарии находится. Там мало логики, там образы. То, что я услышал, то, что я потрогал, я понюхал. На что нужно обратить внимание? Как происходит вообще процесс говорения в норме? Вот примерно где-то в возрасте от 18 до 22 месяцев. Иногда до 24 месяцев. У ребёнка созревают в голове вот эти вот как раз речевые центры. У нас их три, я напоминаю. Я часто об этом говорю. Уже в этом видео не буду физиологию речи рассказывать. Потому что здесь на вопросы отвечаю. У нас созревают в левом полушарии три речевых центра. И речь переходит справа полушария в левое. И что происходит? Если, например, в левом полушарии есть нарушение. Или есть нарушение межполушарной связи. Или правое полушарие плохо насыщено образами. Например, ребёнок мало всего увидел, потрогал, пощупал, мало с чем взаимодействовал. Такое бывает, особенно в современном мире. То тогда происходит какой-то сбой. И у ребёнка постоянные откаты. То есть он как будто бы говорил эти слова. А речь становится левополушарной. И эти слова, они не перешли вот сюда, в речевые центры. Опять же, ещё раз отсылаю к марафону по запуску речи. Потому что что мы там делаем? Мы там как раз насыщаем правое полушарие. Мы развиваем межполушарку. И мы делаем так, чтобы речевые центры у нас до сформировались до того момента, как ребёнок заговорит. Как это делается? Здесь рассказываю коротко. Для того, чтобы какое-то слово перешло у нас в левое полушарие, для того, чтобы ребёнок начал им активно пользоваться, вокруг этого слова должны сформироваться образы. То есть если, например, мы говорим слово «мяч», то когда, да, вот я вам сейчас сказала «мяч», и вы представили какой-то мяч, и вы можете представить, как он звучит, вы можете представить, какой он на ощупь, сколько он весит, как он вообще, что это за мяч, что с ним можно сделать. И вот если у ребёнка в голове вот этих ассоциаций со словом «мяч» недостаточно, ещё для его мозга недостаточно, не облепилось ещё вот это слово у нас образами, да, там у нас должно быть слово «образ», слово «действие», слово «описание». Если их мало, слово не переходит в активный словарный запас. То есть ребёнок понимает, о чём мы говорим, но сам это слово не произносит. И что мы тогда делаем? Мы исследуем предметы в разных модальностях. То есть вы берёте вот этот мяч, смотри, мяч там, прыг-скок или бом-бом, а вот большой мяч у тебя есть, а вот мяч на картинке, а вот мяч красный, а вот мяч зелёный, а вот ещё такой вот мяч. И у ребёнка постепенно-постепенно накапливается. То есть когда вы ведёте с ребёнком живую беседу и показываете ему предметы в разных модальностях. Вот, посмотри, этот мяч тяжёлый, а этот лёгкий, этот мяч большой, а этот маленький. И вот в активной жизни, когда мы с ребёнком взаимодействуем, у него накапливается уже в двум годам вот этих вот слова-образов достаточное количество для того, чтобы что-то говорить нам. То есть мы же с ним обсуждаем и завтраки, и обеды. А вот ты ешь банан, понюхай банан, а вот большой банан, а вот мы его порезали, смотри, а вот я тебе помяла банан, а вот банан вкусный, а вот банан жёлтый, а вот банан в магазине. То есть мы же с ребёнком взаимодействуем изо дня в день, и у него эти образы накапливаются. И нам нужно понять, что происходит сейчас, почему речь не формируется. Может произойти так, что ребёнку исполнится 2 года, там 2 и 1, и он просто раз, и как по щелчку, и начнёт вам вываливать просто всё, что у него накопилось в пассивном словаре. Да, потому что дозрели в левом полушарии, речевые центры, он уже способен что-то произносить. Но вы перестрахуйтесь, позанимайтесь, порассматривайте ещё картинки, потрогайте предметы, поописывайте их. Вот очень много различных игр, в том числе и на моём канале, я их привожу в пример, пожалуйста, пользуйтесь. Анастасия спрашивает, добрый день, мальчик 5 лет, не может сформулировать предложение, и очень часто повторяет одни и те же вопросы или утверждения. Что с этим делать? Настя немножко не поняла вопрос. Что значит, что очень часто повторяет одни и те же вопросы или утверждения? Это напоминает эхололию, то есть он какими-то цитатами разговаривает с вами, вопросы, которые вы ему задавали, вопросы, которые он увидел в мультике или в передаче, потому что это принципиальный на самом деле момент, что это за вопросы. Не может сформулировать предложение. Опять же, нужно смотреть, Анастасия, какое предложение. Предложение он не может сформулировать в обычной речи, или когда вы занимаетесь по картинкам, он не может из трёх картинок составить. Что в этом случае делать? Конечно же, в идеале это пройти обследование, пройти диагностику, психолого-педагогическую, нейропсихологическую, либо неврологическую. Но что касается занятий, что в этом случае делать? Пытаться составлять предложения по шаблонам, пытаться составлять предложения по картинкам, с вашей помощью. Есть игра, так как я в кабинете, я давайте сейчас покажу. Пособия, в общем. Я такие пособия... Так, это у меня запакованная состав предложения. Вот приблизительно вот так они выглядят. И распакованы то, чем я занимаюсь. Смотрите. Здесь есть, например, мальчик. Вот мы сюда выкладываем. Вы можете сами выкладывать мальчик. Потом у нас здесь описание действия. Ест. Что он может есть? Например, мороженое. Составляем... Вообще, вот это пособие мы используем либо на ранних этапах формирования речи, либо с детьми, у которых есть нарушения речи. А для вашего возраста, наверное, больше подойдут либо рассказы по картинкам от IQ. Очень хорошие. Есть попроще, есть посложнее. Упаковка могла поменяться, потому что мои много лет. И я занимаюсь, например, с дошкольниками. Вот примерно у вашего возраста я занимаюсь вот по таким распечаткам. Я их скидывала в телеграм-канал. Посмотрите. Вот там, если вы заходите на мой телеграм-канал, там есть вкладка «Файлы». И вот есть вот такие вот файлики. Их много. Например, помидор. Какого цвета? Какой формы? Какой он на вкус? И где помидоры растет? И таким образом получается у нас рассказ из пяти небольших предложений. И так, там по разным овощам, фруктам. Потом есть, например, вот такие ситуативные картинки. Как ты думаешь, кто что кому говорит? То есть озвучь. Давай подумаем, кто в какой ситуации может что говорить. Да, вот что девочка говорит там. Не плачь. Или еще. Да, как она вот рассказывает. Подумай, что тут, кстати, вот она, клубничка тут. То есть у нас есть ситуативные картинки. Здесь, кстати, тоже в распечатках есть аналог пособия, которое вот я вам показывала вот здесь. Только в распечатках. Распечатал, отработал, выкинул, убрал, да, что-то сделал. Поэтому попробуйте вот по этим распечаткам позаниматься. Сейчас еще один вам вариант покажу. У меня их тут несколько по развитию речи. И вот такие. Да, то есть она, вот малина, баба, ешь малину. То же самое, все только бесплатно на распечатках, если у вас есть принтер, или у меня некоторые родители на планшетах показывают. Поэтому, ну вот нужно развивать именно умение составлять предложения, все-таки это навык. Когда этот навык не формируется естественным путем, то мы помогаем делать это через занятия, через различные игры. Игра «Жили-были» или просто обычные картинки, по которым мы стараемся составлять рассказы. Анна спрашивает, мальчик два года, говорит только мама, папа, дай, топ-топ, кап-кап, дядя, тетя. Как? Звукоподражание животным очень скудное, как не пыталась. Например, корова у него просто а, м, да, а не му. Речь хорошо понимает, но сам не говорит. На мелкую моторику делаем, с крупной тоже вроде все хорошо. По лестницам поднимается, прыгает, умеет недолго стоять на одной ноге. Чем помочь или наслаждаться пока тишиной? Наслаждаться тишиной. Вот смотрите, здесь на что обратить внимание? Если ребенок говорит вместо му, то есть, что у нас происходит, когда мы говорим му, или кар, или мяу. Проследите у себя. Во-первых, у нас очень сильный речевой выдох. То есть, обратите внимание, насколько хорошо у ребенка развит выдох. И второй момент, на который здесь нужно обратить внимание, это нет ли у ребенка тонуса в область рта. Как он пережевывает, как он жует, как он умеет управляться своим артикуляционным аппаратом. Поэтому здесь в первую очередь, чтобы я вам посоветовала, это делать легкие артикуляционные разминки. Тоже есть файлы в телеграм-канале, там есть вкусная артикуляционная гимнастика. То есть, посмотреть, чтобы не было у нас тонуса и посмотреть, что с речевым выдохом. Потому что, чаще всего, когда ребенок недопроизносит гласные, то здесь именно вопрос с тем, что ребенку сложно выдать воздушную струю необходимую. Поэтому обратите внимание на это. 1.11. Яна пишет, из речи только бабах и мама. Произносит редко. В остальном вроде все хорошо. Сам ест, пьет, собирает пазлы из трех деталей, строит башню подвижной ловки. Нет продвижения только в речи. Не знают, за что браться, куда идти. Ну, марафон приходите, вы там очень многое для себя возьмете и выясните. Но что я вам здесь могу посоветовать? Во-первых, нам нужно посмотреть у ребенка ситуативное понимание речи, то есть понимание речи на уровне быта или он может, например, вам выполнить какие-то простые инструкции. Дай красный карандаш, дай большой карандаш, дай много карандашей, дай мало карандашей. Отнеси мяч на кровать. То есть посмотреть, насколько ребенок понимает в принципе инструкции. В два года уже практически два года простые инструкции ребенок должен понимать и осознавать. Покажи на картинках кто бежит, покажи, то есть вы берете какую-то любую книжку абсолютно, покажи, кто сидит, покажи, кто ест, покажи, кто здесь большой или кто злой, разные вариации. Пробуйте для того, чтобы понять истинное, ли есть у ребенка понимание речи, то есть может ли он дифференцировать различные действия, различные описания на картинках. Что касается того, как вызывать речь, то изначально мы, конечно же, используем методику наращивания. То есть если у ребенка есть уже какие-то слоги, какие-то звуки, которые он произносит, то мы наращиваем на то, что есть. Если ребенок говорит «ка-ка-ка», «ба-ба-ба», «ма-ма-ма», то мы тогда в первую очередь, когда мы занимаемся с ребенком, мы берем слова, в которых есть этот слог. Когда есть «ма», когда есть «ба», то есть мы будем тогда «ба-слог» наращивать до «банана» или «барабана», то есть мы будем брать то, что у ребенка уже получается. Людмила спрашивает «не умеет дуть, имитации нет, как научить?» Возраст 2,5. Говорит «мама и киска, остальные звуки на своем, понимание бытовое». Людмила, здесь смотрите, если понимание речи только бытовое, то первое, над чем мы работаем, это понимание, вот то, о чем я уже говорила, выполнение инструкций, то есть мы изначально отрабатываем не только ситуативное понимание речи, пойдем есть, пойдем спать, давай книжку читать, у вас уже книжка в руках и ребенок ситуативно понимает, что надо читать. А вот именно когда вы раскладываете какие-то предметы, игровые предметы или не игровые, учиться с ними взаимодействовать и нарабатывать в первую очередь понимание речи. Вот это большой медведь, вот это мягкий медведь, вот это пушистый мячик, да, дай пушистый мячик, положи мячик, давай в это ведь, то есть у вас здесь в первую очередь будет нарабатка понимания. И на что нужно обратить внимание именно в вашем случае, это на игры с сортировками. Много-много всего сортировать. По цветам, по внешнему виду, по форме. Если ребенок еще, например, цвета не воспринимает, потому что это может быть физиологичной нормой, что ребенок не различает цвета, не понимает цвета. Поэтому, сортировки. Посмотрите видео на моем канале про сортировки, про то, как это влияет на развитие речи, на понимание речи. И там очень много игр, я в пример привожу, что можно в принципе там сортировать, съедобное, несъедобное. Это сюда положи, это сюда положи. Ребенку два года, никак не научится прыгать. Так, про крупную моторику давайте отдельно будем разговаривать. Мы сейчас про речь. Так, в шесть лет как развивать речь? Как учить красиво выражать свои мысли? Как учить пересказывать? Как учить красиво выражать свои мысли? Конечно же, мы в первую очередь берем литературу, потому что в обычной речи мы с вами не говорим красивым литературным языком. У нас все-таки речь более примитивная, на бытовом уровне. Это, конечно же, в первую очередь мы будем говорить о том, что мы много читаем. Читаем разную литературу, в том числе там можно уже подключать и какие-то графические романы, где тоже есть различная речь, да, и различные вариации этой речи. Поэтому в первую очередь это, конечно же, чтение. Как учить красиво выражать свои мысли? Что вы здесь имеете в виду под словом красиво? Если у нас с вами одинаковое понимание, да, что значит красиво именно в 6 лет, то это значит, что у ребенка в голове есть какое-то количество, какой-то запас синонимов. И для того, чтобы развивать вот эту синонимичность речи, для того, чтобы сделать, что значит богатая речь? Это речь, насыщенная различными описаниями. И вот первая игра, в которую вам нужно обязательно играть, моя любимая, и это лучшая игра на развитие речи, которая делает ее на самом деле более богатой. Вы берете любой предмет, например, мяч. Какой может быть мяч? Назови 5. Хотя в 6 лет уже можно там и назови 10, и назови 15. Какой может быть мяч? Он может быть большой, тяжелый, грязный, новый, красный, зеленый, полосатый и так далее, пупырчатый, мягкий, сдутый, не знаю, все что угодно. Вы ребенку будете подсказывать периодически, что можно вот в эту сторону еще подумать. То есть какой он может быть? Или вот я тебе даю банан. Какой может быть банан? Назови 10, назови 15. То же самое. А что можно сделать с бананом? Назови 10. Что можно сделать с бананом? Банан можно съесть, помять, выкинуть, купить, почистить, порезать и так далее. То есть мы развиваем именно вот эти вот моменты с тем, что можно сделать. Или что бывает белое? Назови все, что тебе приходит в голову. И вы ребенку помогаете. И вот таким образом он обогащает речь. И когда он потом будет описывать различные ситуации или общаться с вами в быту, у него будут всплывать вот эти вот моменты. Так, а мы про хлеб говорили. Хлеб может быть такой. С ним можно сделать вот так-то. Его можно вот так порезать. Его можно вот так использовать. Его можно там-то достать. И вот она, красивая, богатая, сложная речь на уровне шестилетки. То есть вот эта игра, это та игра, в которую можно играть абсолютно без всего. По дороге где-то, за столом, пока вы там ждете еду, пока вы готовите. В любых случаях можно играть в эту игру. И она будет прекрасно в данном случае развивать речь вашего ребенка. Ребенку 2,6 особо не разговаривает. Динамика в новых словах есть, но стал только говорить с начала слова. Первый слог. Окончание не проговаривает. Почему? На этом может быть несколько причин. Чаще всего это связано с тем, что у ребенка недостаточно развито слуховое восприятие, фономатическое восприятие. И что в этом случае мы делаем? Есть еще вторая причина. Она встречается реже. И вторая причина это как раз либо недостаток речевого дыхания, то есть ребенку сложно произнести, потому что для того, чтобы произнести какое-то слово, нам нужно сделать выдох и сделать несколько речевых выдохов и подстроить свой речевой аппарат, то есть составить логомоторную программу. С чего мы всегда начинаем работать? Мы начинаем работать с того, что мы делаем различные занятия на слоговую структуру слова. Опять же, на моем канале есть видео, которое так и называется слоговая структура слова. Почему это важно? Это тот момент, когда мы учим ребенка слышать слово, что в слове банан у нас два слога. Мы это не произносим. Банан. Не произносим, что именно два слога. Но наше ухо это слышит. И ребенок, даже когда у него нет возможности, например, проговорить с точки зрения артикуляции, он говорит на-на-н, да? Или вместо, не знаю, там барабан, он говорит бана-на-н. То есть он не проговаривает, но он чувствует, он слышит, что здесь мне нужно несколько раз, да, вот это смыкать и размыкать рот. Что мы делаем? Первое, что мы делаем? Мы сортируем слова на слух. Что мы вводим изначально? Длинное слово и короткое слово. На занятиях я это часто делаю. Например, вы берете большой тазик, например, большое ведро или большой ковер и маленький. И вот у вас есть разные картинки со словами. Любые карточки, карточки дома. Вообще абсолютно любые картинки, любые изображения. И вот у вас есть, например, среди изображений такие слова, как кит, лев, торт. Коротенькие слова, маленькие слова. И есть большие слова, там электричка, перфоратор, экскаватор и так далее. Слова есть такие большие. И вы ребенку показываете, смотри, экскаватор, какое большое слово, да, экскаватор. Мы его вот сюда положим, в большую корзину. Лев, коротенькое слово, маленькое слово, мы положим его в маленькую корзину. И вот мы учим ребенка сначала слышать, а потом мы учим его слышать более детально, да, отхлопываем или отстукиваем. Очень часто в ЛГПД используется прием, когда рука подставляется, да, вот саба, да, вот меня саба. Два раза мы ударили здесь подбородком по ладошке, да, саба, отхлопываем, прищепочки цепляем. Слаговая структура слова, это первое, на что мы обращаем внимание, если ребенок не проговаривает слово, да. Если он не проговаривает, мы должны убедиться, что он хотя бы слышит, что в слове лев мы делаем один хлопок, лев, да. В слове, кто там, лиса мы делаем два раза, лиса, да, лиса. В слове корова мы делаем три раза. Ну, начните сначала с коротких, больших, потом более детально, да, первая слоговая структура, вторая слоговая структура, третья слоговая структура, видео, все детально есть. И более того, опять же, в распечатках у нас есть с вами, минутку, у нас есть с вами вот такие замечательные домики, в которые мы можем размещать слова. Вот, там на один слог, на два слога. И вот такие, вот такие картинки, да, у нас тут есть и лев, и кит, и ель, и ведро, и гитара, и сом. То есть там есть разные слова, которые мы можем сортировать по звучанию. Ну, вам в 2,6 это еще рановато, это мы делаем ближе, ну, вот, наверное, 3,5-4 года, если ребенок до сих пор не освоил слоговую структуру. А вам вот отхлопывать и слышать, да, что у ребенка именно он услышал, что слово вот оно такое большое. Так, дальше. Мальчику 3 года, месяц назад активно заговорил, но в некоторых словах пропускает слоги, иногда съедает окончание. То же самое, в первую очередь слоговая структура слова. Иногда что-то рассказывает, но не понимает, что говорит. Начинаю переспрашивать, и раза с 5-7 только начинаю его понимать. Буква Р превращается в В, то как-то проседает, что делать, какие упражнения посоветовать. Звуки мы в этом возрасте еще не выставляем. Мы делаем акцент именно на звуки после 4-х лет, потому что если вы сейчас начнете ребенка заставлять произносить правильно какие-то звуки, а у него, например, для этого еще не созрел артикуляционный аппарат, то вы можете вызвать речевой негативизм, а нам это не нужно. Вот он как говорит, как произносит, так и произносит. Нам самое главное, чтобы соблюдалась слоговая структура слова. Звуки вы выставите потом, если до 4-х лет они сами не встанут. Звуки на самом деле не такая большая проблема, если ребенок относительно нормотипичный. Так, мальчику 6 лет, речь не связана, иногда слова опережают мысли, теряет нить повествования, можно рекомендации, как улучшить качество речи. Читает сам по слогам и целыми словами, прошу повторить в прочитанной и неохотно делает. Конечно же, Екатерина спрашивает, я бы не учила читать, пока не добилась более-менее связанной речи, потому что когда ребенка мы учим читать, но при этом речь еще не на должном уровне, ему очень проблематично понимать то, что он прочитал, пропускать это через себя. Потому что если устной речи еще нет достаточно хорошей, то тогда и со всем остальным могут возникать сложности. Что нужно здесь делать? Как улучшить качество речи? Нам нужно играть много-много в различные речевые игры. Раз уж вы учили читать, тогда вы можете играть и в колейдость, и в соображаре. То есть у вас ребенок знает буквы. И нам нужно много различных речевых игр. Вот ту игру, про которую я говорила, назови столько-то. Назови слова на такую-то букву. Загадываем загадки различные. То есть вот все, что вам приходит в голову, игры со словами, словесные игры, абсолютно любые, это то, что вам будет служить верой и правдой. Очень классно будет работать для вас еще игра по типу крокодила, где нужно объяснять и задавать вопросы. То есть что это? Угадай кто? Это когда у нас на лоб клеится картинка, и ребенку нужно спрашивать, задавать вопросы для того, чтобы понять, кто он. А еще есть игра, знаете, по типу коднеймс, да, только есть адаптивная версия для детей. Скажи иначе, что ли она называется. Я вот сюда вставлю картиночку от Лас Играс. Прекрасная игра, очень бюджетная, там буквально 200 рублей, но она превосходно работает именно вот на эту зону. Ну и естественно, игры на составление рассказа, сторителлинговые игры, это жили-были, тоси-босси, это сюжеты по картинкам, это все, что будет работать на ваш вопрос. Сыну 6,9. Хорошая речь, большой словарный запас, но в рассказе часто делает длинные паузы, подбирая слова, либо формулируя фразу. Может так сказать, сейчас я сформулирую и скажу, и минуту думает над предложением. Как развить более спонтанную и быструю речь? Для 6,9 это абсолютная норма, если у вас других никаких нареканий нет, это только речевой опыт. Вот, просто речевой опыт, который нарабатывается. Это нормально, что ребенок забывает слова, что ребенок тяжело формулирует. Просто есть два типа людей. Есть люди, которые начинают, и дети, которые начинают вставлять слова паразиты и говорить, ну типа, ну это как. То есть им тяжело выдерживать свое собственное молчание, и они вставляют вот эти вот все словечки. А есть дети, которые замолкают. Поэтому это только речевой опыт. Тренируйтесь, играйте в речевые игры, и все придет. В 6,9 невозможно добиться именно плавной речи, чтобы она лилась потоком. Это нужно натренировывать все-таки. Для 6,9 это рано. Эля спрашивает, Эля, здравствуйте. Почему ребенок в 2,8 не может объяснить, почему он сделал то или иное действие? Ну потому что рано еще. Рано, Эля. Вчера воспитательница сказала, что он толкает детей, бьет детей. Когда я тут же спросила, почему ты толкаешь детей, в ответ я получила молчание или слезы. В 2,8, Эля, это очень рано. Ребенок не может объяснить вам, почему он толкнул. Почему он толкнул? Импульс возник. У него возникло желание толкнуть, кинуть, еще что-то сделать. Потом это будет обозвать. Он не может еще это для себя объяснить. Он сам не понимает, почему он это сделал. Но у него нет еще этих отделов головного мозга, которые отвечают за самоконтроль, за самокомпанию. Он не знает. У него возникло вот это, он это делает, все. Он не может это никак объяснить, потому что он не знает. Во-первых, это постепенно нарабатывается с развитием эмоционального интеллекта, когда ребенок начинает понимать свои базовые эмоции. Что я вот сделал, потому что я разозлился. А в 2,8 это все-таки еще период больше такой инструментальной агрессии. Привлечь внимание или добиться своего. То есть агрессия как инструмент. Захотел толкнул, я не могу это объяснить. Но другой момент, почему он выбирает именно этот инструмент. Давайте дальше читать. Дома он 2 раза в день иногда получает по попе, когда не слушается. Ну вот вам и ответ. То есть смотрите, у него этот инструмент есть. Маме что-то не понравилось. Как я что-то делал? Ну я не слушался. Вам не нравится, что он не слушается? Вы какой инструмент используете? Вы его бьете. Что вы хотите от ребенка? У него какой инструмент есть, таким он и пользуется. Если ребенок, которого никогда не бьют дома, и с ним договариваются, и с ним пытаются. Конечно, договариваются это я очень условно говорю, потому что мы не можем договариваться с тем, кто ниже нас по рангу, но мы, что мы делаем? Если мы понимаем, что ребенок, например, хочет что-то разбить или хочет сломать, мы блокируем это действие. Мы отводим ребенка, мы не даем ему это сделать. Мы пытаемся как-то другим способом привлечь его внимание или отвлечь его внимание. И тогда в этом случае ребенок понимает, ага, если я что-то вижу, что для меня нежелательно, то тогда я действую вот так. А вы ему сами дали эту инструкцию? Это вообще никак не связано с речью. Я сейчас уже дальше не буду в подробности даваться этому вопросу, потому что у нас эфир, да, не эфир, вот это видео, оно про речь. Но почему не может объяснить? С развитием речи это не связано абсолютно никак. Он не может объяснить, потому что он сам еще не понимает. У него возникло? Он сделал. Это с речью никак не связано. Все остальные моменты я уже вижу, что вы написали. Эль, мы познакомились с вами в Питере. У вас есть мои контакты, если вам нужно, напишите мне, мы с вами это обсудим. Ребенку 6 месяцев. Активно читаю стихи, гулит. Уже есть любимые стихи, кроме стихов и потешек. Какие еще есть упражнения? В 6 месяцев, ой, боже мой, какой прекрасный возраст. В 6 месяцев давать много тактильных ощущений, тактильные мячики, разные тряпочки, вот это вот все. Не перенасыщать фон, чтобы не было постоянно, что тут вот этот вот музыкальный мобиль играет, тут лампочки сияют, тут еще что-то. Когда ребенок у вас сядет и начнет сидеть, вы будете ему разные предметы, там или уже карточки показывать, вот, вот, да, что делать. Но задача раннего возраста насытить правое полушарие образами, ощущениями, дать потрогать все, называть все. Причем не быть как радио ребенку, когда фоновый шум. Да, потому что у ребенка потом начнется ваша речь восприниматься как фоновый шум. То есть мы все равно дозируем то, что мы говорим ребенку. Много читайте именно рифмованных произведений, потому что это формирует ритмико-мелодическую как раз сторону речи. Поэтому, Мария, очень классно, что вы так рано заботитесь этим вопросом. Я желаю вам, чтобы у вас все получилось. Подскажите, пожалуйста, как называется диагноз или что почитать про ошибки в произношении слов. Сын 2,10 говорит предложением, но в каждом слове ошибка, замена пропуск букв. Понимаю, что некоторые звуки по возрасту еще не может выговорить, но речь похожа на слитную кашу. Когда говорил меньше, слова были четче. Сейчас торопятся и все смешивают. Диагноз, естественно, я вам никакой не скажу, потому что я не видела вашего ребенка. И мы только с ваших слов можем что-то понимать. Но первое, на что вы обращаете внимание, это слуховое восприятие, слоговая структура слова, насколько ребенок четко слышит. И вот, кстати, вот эта игра, которую мы с вами на марафоне по запуску речи используем в том числе. И они уже давно появились готовые. То есть, если мы с вами сами делали, да, картинки, звуки находили, когда ребенка учим слышать звук. Вот это вот с магнитофончиком, да, с магнитофончиком и с карточками. То сейчас есть и готовые варианты, когда мы учим ребенка слышать. Поэтому, вообще, ни о каких мы сейчас в 2,10 артикуляционных диспроксиях и прочих вещах мы не можем еще и даже думать близко. Так, ребенку 5 лет. Раз. Раз это расстройство аутистического спектра, да. Речь есть на уровне 3-3,5 лет. Как научить отвечать на вопросы? Да, нет, отвечает. На сложные вопросы уже не отвечает. Как помочь с пониманием речи? Что думаете по поводу фразового конструктора? Фразовый конструктор – это великолепная вещь. Вот, пожалуйста, да, вот они есть. Это все фразовые конструкторы. А вот, кстати, то, что, да, вот я использую с детьми, с диагнозами. Вот такие вот вещи. Они работают великолепно. Потому что фразовый конструктор в данном случае выступает в роли такого костыля, которому ребенку в хорошем смысле, да. То есть мы ему даем вот эту возможность опереться на что-то. Потому что если есть задержка речи с диагнозом или без диагноза, да, если это просто как отдельный симптом, то тогда различные помощники в виде фразовых конструкторов – это великолепно. Это то, что будет превосходно работать. Посмотрите мой прямой эфир про РАС. Я переснимать уже не буду. Эфиру года три, наверное. Я на эту тему больше пока не буду ничего ни проводить, ни выпускать. В этом эфире есть вся актуальная информация, которая касается РАС. И как работать, и что делать. Но самое главное, что вы должны понимать, Екатерина, что в вашем случае лучше всего работает огромное количество повторений одного и того же. Вот если мы, например, возьмем норматипичного ребенка, и мы будем говорить о том, что мы там меняем игры, меняем подходы, то в случае с РАС, в случае с ОНР, в случае различных диагнозов достаточно серьезных, здесь работает стократное повторение. То есть мы сто раз повторяем одно и то же. И от этого мы, к сожалению, никуда не уйдем. И это то, что будет реально работать. Елена спрашивает. Здравствуйте, дочки 4 и 3, начинает появляться звук Р, а шипящий произносит еще не очень хорошо. Раньше меняло местами ГДКТ, но сейчас это исправилось. Вы говорили, что к моменту обучения чтению ребенка должны встать на место все звуки. В каком возрасте нужно обращаться за помощью к логопеду, чтобы не упустить этот момент? Уже пора. Вы обращайтесь. Как раз если нет серьезных артикуляционных каких-то проблем, если нет гипотонуса, гипертонуса, то тогда вам буквально за несколько занятий, за несколько месяцев выставят звуки свистящие, шипящие. И все. И прекрасно учите читать ребенка для того, чтобы избежать каких-либо проблем. Поэтому 4 и 3, после 4 лет к логопеду, пожалуйста, выставляйте звуки. Самое главное, что я вам могу порекомендовать от себя, выполняйте домашние задания. Вот идите к логопеду тогда, когда у вас есть время еще дома этим заниматься. Потому что в этом случае, если у вас будет логопед, ищите логопеда, который дает домашние задания на отработку. И вы сделаете это комфортно, легко. То есть отведите ребенка к логопеду тогда, когда у вас есть на это время и ресурсы для того, чтобы помочь ребенку по 5-10 минут в день тоже делать артикуляционные разминки, гимнастики и выставлять звуки. Наталья спрашивает, Юля, здравствуйте, подскажите, как учить стихи? Сыну 4 года, читаю ему книги, когда купаю или едем куда-то, рассказываю короткие стихи. Он кричит, не рассказывай, не надо. Сильно злится, и мне приходится откладывать это. В октябре родилась дочка, и возможно сейчас еще период ревности и обиды на меня. Но другие занятия мы выполняем, а со стихами никак не клеится. Я, кстати, видела еще вопрос. В 3 года тоже хотели там стихи учить. Давайте про стихи. Я уже приготовила свою просто белоснежную футболку для того, чтобы некоторые зрители начали кидать меня в помидоры. Ну да ладно. Не всегда нужно говорить удобные вещи, которые хочется слышать. Все, что касается заучивания стихотворения для развития памяти, это абсолютно изжившая с себя теория. Этот метод вообще никак не работает на развитие памяти. Он работает на тренировку, навык и запоминание. Но на развитие памяти он вообще никак не влияет. Это очень устаревшая такая гипотеза, когда еще, знаете, не было придумано аппаратное исследование мозга, и когда еще ученые не могли смотреть, а какая деятельность на что влияет. Вот что касается изучения стихотворений, это прекрасный навык тренировки, запоминания. Потому что каждый мозг, он использует свои способы. Кто-то с помощью образов запоминает, кто-то визуально ориентируется, то есть на слух тяжело, визуально ориентируясь по картинкам, что-то там себе представляю. У всех вот этот механизм, он работает по-разному. Но именно на развитие памяти не влияет это никоим образом. Что влияет на развитие памяти? Это в первую очередь развитие внимания. И если у вас вопрос в том, зачем вы хотите учить стихотворение, если вам в школе зададут, или в садике зададут, то вы скажете, так, Сереженька, я извиняюсь, вы не написали, как зовут сына, пусть будет Сереженька, условно. Вы скажете, так, Сереж, тебя вообще-то в садике задали, ему там и воспитательница об этом скажет, что у него появится стимул, и он с вами стихотворение это выучит. Почему ребенок не хочет от вас это слышать? Это является абсолютной нормой, потому что, когда мы даем ребенку много рифмованных произведений, вот эти всякие потешечки, песенки, это больше ассоциация вот именно с малышковым возрастом. И очень многие дети при достижении определенного созревания головного мозга отказываются читать рифмованные произведения, уж тем более, чтобы их читала мама. Это такой, знаете, этап сепарации, который он от вас проходит. У меня то же самое было абсолютно с моим сыном. Если мы сначала зачитывались и Джулия Дональдсен, и вот эти вот стройка с самого утра, и все в стихах. Вот сейчас мы даже, когда читаем книгу, до сих пор моему ребенку почти 9 на минуточку, мы читаем книгу, если в книге появляются строчки из песни или стихотворения, он делает вот так, не читай, мне не надо это читать, не надо мне это читать, у него тоже это включается. Это может быть никак не связано с ревностью. То есть это вот этот вот момент такой сепаративный. И, да, то есть мне не надо это уже читать, я уже не маленький. Но при этом мой ребенок учит прекрасные стихи, которые ему дают для школы. Если вы хотите учить стихотворение для развития памяти, если ваша задача именно память развивать, то что нужно делать? Нужно развивать концентрацию внимания у ребенка, нужно развивать зрительную память и нужно развивать слуховую память, что можно делать абсолютно без стихотворений совсем. Да, с помощью игр, в которые вы будете играть. Так, те же самые головоногие, что там у нас еще, лисы, куры, пять яиц, все мемоигры. Пожалуйста, будет прекрасно развитая память без стихотворений. Это вообще никак не связано с речью. Опять вы меня заманили в эту ловушку, и отвечаю я на вопросы про речь. Катя спрашивает. Ребенку 2,7. Говорит очень много, но при этом иногда в словах может потерять буквы. Так, слоговая структура слова. Так, прочтение. Прочтение. Есть видео, много на канале. Мальчик 2,10. Говорит неплохо, но в определенных словах меняет местами звуки. Слаговая структура слова, девочки. Да? Что? У меня ребенок недоношенный. Ему сейчас по документам год и шесть, но кредированный возраст 1,4. Никаких слов еще не было. Говорит что-то похожее на баба вместо мамы. И можно еще вопрос. Не хочет играть в развивающие игры, интерес только к машинкам. Как быть? Спасибо за ответ. Развивающие игры. А что для вас развивающие игры? Нам нужно что? Чтобы он умел пирамидку складывать, чтобы он умел сортером орудовать, чтобы он умел две картинки, ну картинку-половинку сдвинуть. То есть вы смотрите, вот просто базовые вещи. Любить он может не любить, но вопрос в том, умеет ли он это делать. Когда ребенок, мы говорим про недоношенность, в первую очередь, на что нужно обращать внимание, это на развитие тактильных ощущений, на развитие вестибулярного аппарата. Потому что если вы ребенка не доносили, соответственно, могли не дозреть зоны вестибулярного аппарата. То есть вы смотрите, как ребенок будет скарабкиваться на ступеньку, на лесенку, как он потом со временем будет подпрыгивать, шагать, ползать. Сможет ли он работать с мячом? Так, опять не уводите меня, не увожу сама себя, мы про речь. А что касается речи? Слов нет. Нам нужно насыщать правое полушарие, в первую очередь. То есть все потрогать, все описать. Игры с водой, игры с пластилином, вот все, что будет как-то тактильно насыщать ребенка. Игры с пластилином, игры с водой, игры с песком дома, вот эта вот маленькая песочница с кинетическим песком. Это то, что будет работать. В марафоне у нас есть, да, вот такое там методическое пособие по запуску речи. И вот здесь, ну как бы в принципе у нас здесь все. Что отсюда я вам хочу показать? Рукоходы, да, то есть когда ребенку нужно водить пальчиком. Вот эти вот простейшие лабиринты, это есть во многих пособиях. У нас что здесь? Обязательно. Так, обязательно. Так, ко мне подходит девочке-клиент. Используем рукоходы, где нужно пальчиком водить, да, это как раз и на концентрацию влияет. И вот особенно если это есть тактильные вот какие-то лабиринтики. Развиваем мелкую моторику ощущения. Обязательно играем с мячами, с большим мячом, с мячиком поменьше. Мне нужно открывать дверь. И в следующем видео мы с вами продолжим ответить на вопросы. Девочки, нужно работать. Работать. Работать.